О технологиях 300-летней давности вспомнили в Новосибирске. На настоящей судоверфи юные речники собирают точно такие же шлюпки, на которых поморы ходили по северным морям. Подробности в сюжете Анатолия Харитонова. Содрать старую краску с бортов шлюпки можно быстрее, всего за 5-6 часов, с помощью паяльной лампы. Но в тесных помещениях детской судоверфи использовать открытый огонь опасно, говорят кораблестроители. Поэтому юный мастер Антон Михеев уже несколько дней работает феном и стамеской. Я обдираю старый слой краски, чтобы потом заметить, где какие есть пробоины, может быть, трещины, чтобы впоследствии их заделать. Пока Антон ищет повреждения на корпусе, другие умельцы изготавливают форштевень. Это деревянная балка, что стоит в носовой части и первой встречает удары волн. Форштевень склеен из нескольких слоев древесины, пропитанных антисептиком. Это придает ему необходимую прочность. Как правило, мастера чередуют дубовые доски с сосновыми. Хвойное дерево придает детали эластичность и при столкновении с другим судном гасит силу удара. Ремонтируя шлюпки, кораблестроители 21 века используют дедовские методы. Например, пропитывают ялы кипящей олифой. Нечто подобное делали поморы незадолго до плавания на архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане, а также казаки перед походом в Сибирь. Если сравнить вот этот способ защиты древесины кипящей олифой, то он практически вечный. То есть деревесина становится неубиваемой. Ее ни червяк не ест, ни вода ее не портит, ни товарищ микроб ее там изнутри не разрушает, в труху не превращает. А, например, современные покрытия какие-то химические, они создают только внешнюю пленку. В промышленных масштабах деревянные ялы в России уже не строят. Их производит на заказ только одна частная судоверфь, которая находится в Петрозаводске. Новая шлюпка стоит 600 тысяч рублей, плюс доставка. У новосибирских любителей водных путешествий таких денег нет. Потому и освоили искусство ремонта. Всему научились сами, с нуля. Специальных книг или сайтов по кораблестроению сейчас нет. Приходится изобретать заново то, что потом и находишь так же в источниках. То есть вот реставрировали шпанголут, вот на этой шлюпке очень много шпанголутов реставрировано. Делаешь, потом уясняешь, что в принципе так и делали старые мастера. Летом 2016 года эти шлюпки сойдут со стапелей детской судоверфи. В планах у юных мореплавателей несколько экспедиций. От Телецкого озера до Новосибирска, а также путешествия по рекам России и Казахстана. По Иртышу, Табулу и Уралу. Анатолий Харитонов, Алексей Погодин, Александр Ведерников. Новости ОТС.